Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет не книжное, просто я вот решила сесть у книжного шкафа. Не книжное, видео будет о ароматах и видео будет по запросу. Я давно проводила в своем инстаграме, задавала вопрос своим подписчикам в директ, какие бы видео вы хотели бы, на какие темы, чтобы я сняла. И вот было очень-очень много ответов, всяких интересных. Часть видео на ваши запросы я уже сняла. И вот этот запрос был одним из них. Великолепная пятерка. Пять ароматов, без которых твоя коллекция не коллекция. Как я себе это интерпретирую. Сказали бы мне, все, Оля, мы завтра переезжаем. Вообще, можно взять только пять ароматов. Какие бы я взяла? Вот я выбрала их. Или там, если бы они вдруг исчезли из моего шкафа, я бы, наверное, тоже пошла бы и сразу бы купила бы их. Ну вот, вот они, без них уже не то. Без них грустно. Без них коллекция не коллекция. Вот какие-то такие у меня ассоциации. Три аромата я взяла сразу же. Я вообще не думала про них. Вот прям вот сразу. Сто процентное попадание. А остальные два я еще так думала. Ну, давайте начнем. Первый аромат — это дюны. Дюны от Christian Dior. Это уже третий флакон. Он прям вот со мной уже давно-давно-давно, со времен моей школьной жизни. У моей мамы был этот аромат. Я его носила с удовольствием. Потом он у меня появился опять, когда я уже была замужем и так далее. И вот сейчас появился опять впечатление масса. Впечатление масса. У меня с ним масса хороших воспоминаний. Ну, это, знаете, своеобразные такие парфюмерные якори. Вот дюны — это мой парфюмерный якорь, который, знаете, когда ты вдыхаешь аромат, когда он тебя переносит там куда-то во времени, в пространстве, ты оказываешься где-то совершенно в другом месте. Вот для меня дюн, дюна — это именно такой якорь, такая машина времени. Очень люблю его. Знаете, сколько лет прошло, вот ни капли он не поменялся, мое отношение к нему не поменялось, потому что ароматы имеют свойство, они могут надоесть, они могут перестать быть актуальными вообще во всех смыслах. Ну, вот здесь что-то такое для меня классичное, красивое, изысканное, очень носибельное, радующее. Глаз. Очень люблю. Флакон и душу. Люблю его. Очень люблю дюну. Следующий аромат, который я взяла тоже сразу, это Даглас Хананд от Сержа Лютен, от Роберто Пеге. Роберт Пеге, я очень люблю этот дом. И вот Даглас Хананд, он такой, он может показаться немножко наивным, детским, каким-то несерьезным ароматом, но тем не менее, он меня заворожил. Он заворожил меня, он появился у меня где-то два года назад. И вот с тех пор я очень часто его ношу. Стараюсь даже носить его реже, чтобы он мне не надоел. Потому что, ну, слушайте, будь моя воля, я бы его постоянно надевала, надевала. Он веселый, он позитивный, он милый. Знаете, вот бывают ароматы там красивые, роскошные, там статные, элегантные, сексуальные и так далее. А вот он милый. Вот просто милый, приятный аромат. Он пахнет мне грушами, шампанским и сливочной туберозой. Он пахнет каким-то, знаете, десертом из детства. Вот когда вы, помните, еще было такое мороженое, в железных таких подавали в кафе, в железных красивых таких, в вазочках. Я так хочу такие вазочки железные, где бы их теперь взять-то? Очень я любила это мороженое. И вот вазочка была холодная, и вот эти шарики пломбира. И вот эта радость лета. Я помню, мы ходили с родителями в парк. И вот там было это кафе мороженое. И вот это почему-то в этом флаконе тоже передалось. Очень люблю этот аромат. Таглас Ханан. Если бы у меня его, он исчез вдруг в один прекрасный момент, я побежала бы покупать или заказывать его снова. Люблю. Следующий аромат совершенно другая категория, совершенно другой, другая история. Я не знаю. Самый, наверное, сложный в описании аромат для меня это Superstitious от Фредерик Маль. Фредерик Маль, я себя била по рукам, чтобы не взять все пять ароматов от этого парфюмерного дома, так как являюсь, да, его поклонницей. Но, слушайте, всего не унести. Вот если выбрать один аромат Фредерик Маль, это этот. Это мое воплощение. Вот знаете, бывают ароматы, вот ты их вдыхаешь, они вроде бы даже какие-то странные, и даже в какой-то степени неприятные. Ты понимаешь, что это ты? Это ты во флаконе. Ничего поделать с этим не можешь. Это не знаешь, что я вот прям как-то неприятно пахну. Нет. Здесь больше на эмоциональном каком-то уровне. Он пахнет странно, он пахнет очень резко, он пахнет... Пахнет обалденно. Я знаю, многие, когда познакомились с этим ароматом, сказали, что вообще это невозможно носить, что он очень, очень яркий. Он очень насыщенный и пугающий даже. Да, это все есть. Микродозы достаточно, чтобы просто вокруг вас царил вот этот необыкновенный ретро и современный в одно и то же время дух. Он... Чем он мне нравится? Он как... Ну, как, наверное, когда-то в свое время была Шанель номер пять. Новаторская. И такая вот сейчас популярная до сих пор. Вот это тоже. Вот он какой-то, знаете, он в то же время ретро и в то же время какой-то новаторский. И мне кажется, он будет популярен... Ну, не то, что популярен. Нет. Он не будет бестселлером у марки, скажем так, как, например, Carnal Flower. он менее понятен. Ну, это хорошо. Пусть он будет не у многих. Пусть он будет только вот у меня. Ну, если нравится, вам тоже, конечно. Но вот он настолько какой-то интимный, глубокий, мопомрачительный. Вы знаете, вот прям вот рвется вот все изнутри, когда я вдыхаю этот аромат. Я когда его первый раз нанесла на себя в магазине, вот знаете, какая-то химическая реакция происходит на вашей коже. И вы понимаете, что, ну, это безумие, это вот то, что ты искал, то, что ты хотел. Вот для меня это вот этот аромат. Он... Я его ношу крайне редко. Потому что, чтобы его носить, ну, ты должен как-то быть к этому готов. Должна быть какая-то определенная эмоция, определенный, может быть, позыв, порыв, ситуация. Но, тем не менее, это необыкновенно. Если говорить, чем для меня это пахнет, я повторюсь, очень сложно в описании. для меня этот аромат, он пахнет шипучими альдегидами, вот такими вот прям, как химическая реакция, когда происходит вот такая пена белая. Вот если представить альдегиды вот в этой пене, вот так вот прям разъедающая какую-то там поверхность, да, например, дерево, да, вот что-то такое. Вот такие вот шипящие альдегиды, мыльная роза и облака. облака, свежесть и в то же время немножечко какой-то животной ноты. Меньше слова. если вас реально интересует вот этот аромат, его нужно пробовать, его нужно пробовать, его нужно наносить на кожу и просто чувствовать, чувствовать вот его отдачу, скажем так. Вот этот аромат, если бы он у меня пропал, я бы, конечно, купила бы его еще. Ну, пришлось бы накопить денег, он дорогой, дорогой очень. Следующий аромат, который я не применяю ни на что, и который у меня уже есть, второй флакон стоит, еще не распечатанный, еще в коробочке, это Жудепо, Жудепо от Сержи Лютанса. Вот она, моя любимая Жудепо. Вот когда у меня осталось столько, я так испугалась, что там их переформули, переведут, короче, что их переведут в колокольца, вот этот аромат, его перевели, по-моему, уже в колокольца, и что я не смогу его купить, я побежала и купила себе вот старую версию этого аромата. Жудепо для меня это мое детство, это мое детство, это каша, это бабушка, это бабушка у меня по утрам всегда варила, кашу. Это каша, это булка с маслом, это доброта, которая тебя окружает, это я была у бабушки на зимних каникулах, на летних каникулах, и вот эти вот времена, да, такие добрые. Для меня этот аромат. Он теплый, родной, уютный, он греющий, он сладкий, он сладкий, такой вот, прям, как вернуться к старому другу, который тебя любит, который тебя примет в любое время суток, в любой день, даже если он занят, даже если у него проблемы, он тебя выслушает, и так далее, и так далее. Такие банальные вещи, но тем не менее. таких друзей мало, такие друзья редкость, и вот для меня, если говорить аромат друг, то Жодепо мой лучший друг. Вот такой аромат. И пятый, заключительный аромат. ношу его очень, 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 очень редко, но не потому, что он какой-то там, потому что вот мы с ним немного разные по темпераменту. Это мицуко. Это мицуко от Герлен, у меня в туалетной воде. Необыкновенная мицуко, пленительная мицуко. Один из, наверное, самых красивых шипровых ароматов, но очень носибельный и не колючий, и не... Ну, я не знаю, мицуко для меня это это как тонкая такая шелковая вуаль, как какой-то, знаете, классическая музыка, которая где-то издалека звучит, вот там вам надо прислушиваться, чтобы услышать, то вы хотите ее слушать, и вы выключаете там у себя телевизор, и все там, если у вас какой-то звук работает, и вы прислушиваетесь к этой музыке. Вот мицуко для меня такая недосекаемая, прекрасная мелодия где-то, где-то, где-то или за стеной, или на улице, но не с тобой, не с вами. Что-то там такое я сказала, но я надеюсь, вы меня поняли. Это вот что-то, это мечта, это мечта, которую ты хочешь обладать, но вот в моей ситуации, когда я его ношу, я очень грущу, она вот реально для меня навевает на меня грусть, такие какие-то очень эмоции, грустные, но тем не менее. Бесподобная мицуко, мшистая, персиковая, такая вот бархатистая, великолепная, великолепная, не устану удивляться ее красоте, недоступности, в то же время у меня от нее прекрасные эмоции, великолепно, великолепно, прекрасно, все, пять ароматов, вот без этих пяти ароматов я бы, наверное, бы захандрила, если бы вдруг открыла шкаф и видела, что их нет, очень бы расстроилась, очень. Вот остальные ароматы Лилаба, какие-то другие ароматы Серж Лютен, Лютанс, другие эмали, я могу их пережить, я могу как-то вот, ну, да, их не будет, ну, ладно, ну что ж, а вот эти, не знаю, я, я, честно говоря, долго думала над этим видео, я долго выбирала, как бы анализировала, и вот, вот результат, надеюсь, вам понравилось это видео, пишите, может быть, ваши, топ-файв, великолепная пятерка, без которых вы не вы, все, на этом все, с вами была Аленка Блок, чао-чао, пока. Субтитры создавал DimaTorzok,